Одесский НПЗ. Олигарх из прошлого и олигарх из настоящего рейдерят то, что принадлежит государству. Правительство молчит. Почему происходит то, что происходить не должно? Об этом подробнее Андрей Анастасов. Одесский нефтеперерабатывающий завод. Сегодня ночью сюда наведались неизвестные несколько десятков человек. Представились частной охранной структурой Гепард. Попытались сменить охрану на предприятии. Не получилось. На самом НПЗ уверены, прислал их другой. Тот, кто давно облизывается на завод. Происходят рейдерские захваты предприятий. И эти рейдерские захваты постоянно связываются с именем руководителя Днепропетровской областной администрации. Мы очень опасаемся, чтобы наш объект не постигла примерно такая же участь. Главная ценность, за которую идет борьба 70 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Сейчас они на предприятии арестованы. В МВД считают, прежний владелец миллиардер Сергей Курченко ввез их в Украину незаконно, контрабандой. И их нужно экспроприировать. Теперь эксперты гадают, то ли Курченко воюет с Коломойским за эти активы, то ли они сговорились, чтобы потом вывезти все и поделить. Не идут ни сувенции к городскому бюджету, не хватает денег в бюджетах всех уровней, из-за того, что какая-то часть крупного, я бы так сказал, монополистического олигархического капитала просто издевается над государством. Расследование дела о контрабанде длится еще с начала весны. Тем временем завод простаивает, рабочие не получают зарплату. Общая же стоимость спорных нефтепродуктов составляет 50 миллионов долларов. Оппозиционеры считают, это собственность государства, а не двух сговорившихся олигархов Курченко и Коломойского. И то, что происходит сейчас на Одесском НПЗ, это война предыдущего олигарха, благодаря которому разворована наша страна с олигархом нынешним, который практически сросся с властью и на сегодняшний день олицетворяет власть. Единственный выход – это отставка действующего Кабинета министров, который всячески способствует подобным рейдерским действиям. В МВД и прокуратуре обещают расследовать факт сегодняшнего нападения на завод. Сейчас правоохранители проверяют сохранность арестованных нефтепродуктов. И это еще не все. Будет принято решение о выделении дополнительной охраны со стороны правоохранительных органов, дабы обеспечить сохранность арестованного имущества. Теперь главное, чтобы эта дополнительная охрана не стала троянским конем, подаренным заводу. Тем временем похожие случаи начали происходить и на других предприятиях отрасли, например, на Херсонском перевалочном комплексе. Специалисты подозревают, кто-то хочет монополизировать рынок и пытается успеть это сделать до выборов. А правительство то ли не видит происходящее, то ли не хочет видеть. Они тоже в выборах. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканала Интер. Одесса.